Перед тем, как смотреть это видео, настоятельно рекомендую ознакомиться с первой частью. Пока все сидят на самоизоляции, я решил выпускать видосики немножко почаще. От этого будет всем хорошо. И вам будет что посмотреть. Им нечем заняться. Я пришел на то место, где мы хотим поставить новый тотем. Многим оно может показаться знакомым. Я частенько прихожу сюда за вдохновение. И этот раз не оказался исключением. Без огня тут делать нечего. Костер является неотъемлемой частью этого процесса. Я прекрасно знаю себя. И использую заранее проверенные методы для того, чтобы разогнать свое воображение. Задумайтесь. На этой планете ведь только люди обладают способностью превращать свои фантазии в реальность. Вот и я эту скиллуху активно юзаю. Пора бы уже приложиться к бревнышку. Год назад мы его уже окорили, но не основательно. Для дальнейшей работы нам понадобится чистая поверхность. Без каких-либо сучков. Ну, вот этого всего. Признаться, я уже успел соскучиться по этому ощущению. В обыденной жизни не так часто приходится брать в руки рубанок. А ведь это пиздец, какое классное ощущение. Даже не знаю, какой еще процесс может хотя бы приблизительно доставить подобный фантаз. В общем, кто ни разу не пробовал, рекомендую. Ну что ж, накидываем первый трафарет. Перед резьбой все элементы нужно четенько спозиционировать. Методика проверенная и конкурентов не имеет. Это я про трафаретную технику. Так-то детали можно и маркером обычным обвести. Но я по классике. Буду заливать из банки. Удивительно, что у меня вообще хоть какая-то аэрозоль осталась в наличии. Уже не помню, когда последний раз я и затаривался. И в свете нынешней ситуации, видимо, не скоро этому предстоит случиться. Оно как получится, так получится. Тратить артон на разметку – это, конечно, кощунство. Да и похуй. Один раз живем. Те элементы, которые закрашиваются, мы не трогаем. Выбираться будет как раз промежуток между кружками. И из-за этого все окружности вылезут на передний план. Так что трипофобия отменяется. Я уже видел готовый результат и поэтому уверенно заявляю. Неа. Не упорывает. И что же у нас все-таки будет на верхней части тотема? Я решил отобразить на ней историю нашего канала. Вот это, например, рама. Дует в рог. Он вообще любитель этого дела. Это уже стало его фишкой. И когда в прошлый раз мы воздружали тотем, он не забыл отметить это событие своим фирменным звуком. Ну вот. Этот момент найдет свое отображение в новом тотеме. Тотем в тотеме. Фрактальненько. Кстати, хочу похвастаться, что все фигурки я отрисовал вручную. Это на меня не похоже. Обычно я пизжу картинки из интернета. А тут прям сам, карандашом. Удивительно. Хотя, с другой стороны, тут ничего сложного. Чем примитивнее они выглядят, тем лучше. Не забывайте, нам ведь еще их из дерева вырезать. Так что излишняя детализация ни к чему. В дальнейшем всплывет один моментик, о котором я сейчас вообще не подумал. Видите ли, я рисовал их на внутренней стороне обоев. Как раз в эту сторону рулоны скручивается. Получается вот такая вот петрушка. Все торчит. А, ну вот можно сделать. Чтобы он вот так вот был, да. Для трафарета это очень плохо. Придется постоянно за этим следить. И поджимать торчащие углы. Теперь фраза «мама мыла раму» звучит крайне досмысленно. Рама клеит раму. Кто-то скажет, блядь, да просто переверни трафарет другой стороной. И все ляжет как надо. Загнется чисто по форме. Но я возражу. Ни в коем случае. Тогда изображение будет отзеркалено. И весь художественный замысел коту под хвост. На это я пойти никак не могу. Сам накосячил, сам и буду страдать. Немножко прилежания, и все получается чистенько. Получается так. Но один хрен, это геморрой. Кто собирается резать трафики из обоев, учтите этот момент. Не повторяйте моих ошибок. Но это еще не все. Чуть выше я хочу запечатлеть не менее значимое событие на этом канале. Крафт моего томогавка. Он у меня сейчас на реставрации. Я его малеху подразъебал. Ну и конечно же, всю эту движуху вы просто не увидели бы, если бы не один человек. На мой взгляд, Ксюшенька очень четко передает через камеру ту атмосферу, которая царит у нас на съемках. Не запечатлеть ее было бы совсем неправильно. Я прекрасно понимаю, что вырезать силуэты точь в точь, как на эскизе, будет очень трудно. Не забываем, у нас елка. Она крайне херово подходит для резьбы. Я вообще не знаю, зачем мы взяли именно такой материал. Ну, наверное, потому, что из сухого у нас больше ничего и не было. В будущем надо заморочиться над сушкой древесины. Очень важный этап. Думаем, 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 думаем. Так, да? Я, кстати, сейчас скосячу. Блядь, ты люсё. Ну, вот о чем я, собственно, и говорил. Детский. Это, кстати, совсем не критично. На этом этапе все можно поправить, все исправить. Разметка, конечно, это не последнее дело. Но главное, чтобы фреза пошла ровненько. Ровненько? Нахуево? Рома, тащик, тащик. Затаски возьмут. Ебать. Блин. Топор на сучке будет. Это пиздец. Это пиздец, Ромыч. Я не подумал сюда. Нет, посмотрел. Дорогие друзья, представляю вашему вниманию краску Red Fox. Самая дешманская эмаль. Сейчас она подсохнет. Мы можем приложить вот эту и его чеховочку. Ну, а пока это говно подсыхает, самое время пропиарить Ромин Инстаграм. Инстаграм, подожди, подожди. Подожди, подожди. Еще видос в сториз, бля, не банем. Вы вообще в курсе, что у него Инстаграм есть? Там, кстати, есть проекты, которые вообще не освещались на этом канале. Так что залетайте. Хорошенько пролайкайте ему там все. И подписывайтесь. Это что получилось, можно посмотреть у него в хистере. Ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, я снимаю. Да, можно было пойти и от обратного. Обвести фигуру вот таким вот образом. Результат будет один и тот же. В данном случае мы будем вырезать все, что в середине черного контура. По итогу вот такая композиция у нас получается. Она очень емко отображает дух и направленность нашего движа. Череп я пока не трогал. Это сложный элемент, достойный более детального обзора. А с наскока делать ничего не хочется. Дорогие друзья, народ, если вам нравится то, что мы делаем, то поддержите нас лайком и комментарием. Это очень нас мотивирует. Кликните колокольчик для того, чтобы не пропустить третью часть этой истории. Все будет хорошо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok